Грамматика русского языка. Род имён существительных. Мужской, женский, средний. Существительные различаются по родам. В большинстве случаев род можно определить по окончанию. Женский род. Окончание А – Я. Средний род. Окончание О – Е. Мужской род. Остальные слова. Мужской род. Он. Журнал. Трамвай. Женский род. Она. Машина. Фамилия. Средний род. Оно. Кино. Шоссе. Сестра. Последняя буква А – А, значит, слово «сестра» – это женский род. Окно. Последняя буква О – А, значит, слово «окно» – это средний род. Мужской род. Брат. Последняя буква Т – Т, значит, слово «брат» – это мужской род. Комната. Женский род. Мужской род. Город. Мужской род. Карандаш. Мужской род. Море. Средний род. Яблоко. Средний род. Музей. Мужской род. Шарф. Мужской род. Деревня. Женский род. Семья. Женский род. Отец. Мужской род. Масло. Средний род. Молоко. Средний род. Общежитие. Средний род. Подруга. Женский род. Аудитория. Женский род. В предложении слова мужского рода можно заменить словом «он». Женский род. Она. Средний род. Оно. Озеро. Средний род. Это озеро. Озеро большое. Оно большое. Музей. Мужской род. Это музей. Музей большой. Он большой. Семья. Женский род. Это семья. Семья большая. Она большая. Исключение. Судья. Староста. Кофе. Слуга. Дружище. Подмастерье. Мужской род. Жюри. Такси. Кенгуру. Средний род. Слова, оканчивающиеся на «мя» всегда среднего рода. Имя. Средний род. Моё имя Анна. Слов, оканчивающихся на «мя» всего десять. «Имя», «время», «знамя», «пламя», «племя», «семя», «стремя», «темя», «бремя», «вымя». Средний род. Несколько слов, обозначающих лиц мужского пола, оканчивается на «а», «я». Например, папа, юноша, дедушка, мужчина, дядя. Мужчина и юноша. Мой папа вернулся с работы. Уменьшительные мужские имена часто оканчиваются на «а» или «я». Например, имя Владимир, уменьшительное Вова. Вова мужской род. Дима, Дмитрий, Лёша, Алексей, Петя, Пётр, Саша или Шура, Александр и так далее. Обратите внимание на согласование. Мой брат Саша – красивый юноша. Моя сестра Саша – красивая девушка. Мой друг Вова пришёл. Моя подруга Света пришла. Наш любимый дедушка приехал. Наша любимая бабушка приехала. Дядя Коля уехал. Тётя Наташа уехала. Общий род. В русском языке есть слова, относящиеся и к мужскому, и к женскому роду. Например, плакса, сирота, умница, пьяница, коллега. Это слова общего рода. Он – сирота. Она – сирота. Мой сын – настоящий плакса. Моя дочь – настоящая плакса. Вова – умница. Катя – умница. Пётр – пьяница. Света – пьяница. Мой коллега. Моя коллега. Смотрите наше видео. Общий род. Полный список. Сто существительных общего рода. Название профессий мужского рода. Он – врач. Она – врач. Он – архитектор. Она – архитектор. Он – агроном. Она – агроном. Он – профессор. Она – профессор. Он – опытный доктор. Она – опытный доктор. Уважаемый профессор Соколов. Уважаемая профессор Соколова. Петров – хороший кассир. Петрова – хороший кассир. Он – кассир. Она – кассир. Он – водитель. Она – водитель. Он – почтальон. Она – почтальон. Он – фотограф. Она – фотограф. Существительные с мягким знаком в конце слова могут быть и мужского и женского рода. Среднего рода не бывают. Эти слова надо выучить. Все названия месяцев относятся к мужскому роду. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Мужской род. Преподаватель. Мужской род. Тетрадь. Женский род. Дождь. Мужской род. Словай. Мужской род. Площадь. Женский род. Дверь. Женский род. День. Мужской род. Корабль. Мужской род. Кровать. Женский род. Осень. Женский род. Продолжение следует...